Ослабление Лукашенко привело к такому размаху манифестаций в Минске, которые Москва вряд ли могла прогнозировать. И это, кстати говоря, то же самое, что было во время Майдана 2014-2014 годов в Киеве. Украинские олигархи, например, были заинтересованы в ослаблении Виктора Януковича, поэтому нормально отнеслись к началу протестов. Но они не думали, что они примут такой оборот и приведут к таким результатам. Значит, белорусские события и отравление Навального. Два главных триггера, которые похоронили эту разрядку, так называемую, между Москвой и европейцами. Американцы, я сейчас не говорю, потому что в Америке предвыборные периоды, вы видите, что президент Трамп, с одной стороны, старается быть осторожен, с другой стороны, он говорит, что он за остановку Северного потока-2, но он всегда был за. Ну, там американские интересы в энергетике. Да. Ну вот. И сюда примыкает, конечно, украинская история, что я вот тоже говорю, что сейчас нет никакого смысла поддерживать перемирие. Если оно поддерживалось для того, чтобы показать Западу конструктивность, чем Западу что-то показывать. Если ты и так выглядишь как чудовище, то совершенно не важно, что одна твоя рука не тащит в рот младенца. Когда все остальные твои лапы уже тащат этих младенцев во все части твоего тела. Ну, если тогда Путин загнан в угол фактически, то тогда. Почему он загнан в угол? Он же сам теперь окончательно выглядит так, что он окончательно утратил возможность договориться с Западом. А если Западом договариваться не надо. Но, может быть, ему не так это важно, как нам кажется. Это была часть политики. Но я думаю, что, понимаете, есть приоритетные вещи. Для Путина договоренность с Западом – это не первый приоритет. А что для него первый приоритет? Воссоздание империи. Путин хочет оставить Россию объединенной. Киевом и Минском. Это главный приоритет. Ради этого Путин пойдет на любого рода конфронтацию с Западом. Вот если говорить лично о Путине. Я допускаю, что приемника Путина могут быть другие приоритеты. Но у этого этот приоритет номер один. И этот приоритет многими разделяется. Потому что посмотрите, что сделала Русская Православная Церковь после начала протеста в Беларуси. После того, как экзарх Белорусской Православной Церкви заявила о том, что нельзя применять силу к протестующим. И отозвал свое позволение к Лукашенко. РПЦ заменила экзарха. Это же о многом говорит, правда? Вот он. Ответ на все вопросы. Означает ли это, что тогда Путин готов пойти на любую эскалацию, если уже отношения с Западом и так испорчены, терять уже нечего. И тогда в совершенно ближайшее время увидим какой-то другой сценарий. Путин готов пойти на любую эскалацию, но Путин человек, который мыслит категориями специальных операций. Насколько Путин готов к развертыванию общевой войсковой операции, я просто не знаю. То есть даже если эта общевой войсковая операция может быть задействована, она должна быть задействована в качестве короткого действия, которое в свою очередь приведет к некой реакции Запада и к нахождению некого баланса интереса. Так как это было во время так называемого принуждения к миру в Грузии, да? Или даже все одна и та же спецоперация. Принуждение к миру в Грузии, принуждение к отказу от европейской интеграции в Украине, потому что в Москве считали, что оккупация Крыма и война в Донбассе приведут к отказу, по крайней мере, к тому, что будет отложено курс Украины на европейскую евроатлантическую интеграцию. И, кстати, нельзя сказать, что совсем не добили своего. Помните, что у нас соглашение об ассоциации подписывалось частями и так далее? Ну, скажем так, принуждение к дружбе, это можно назвать это все. Что вот если вы нас не будете любить, то мы у вас территорию заберем. Просто это не получилось. Но идея была такая. Сейчас принуждение к интеграции Лукашенко. То есть это разного типа спецоперации. Как будет выглядеть следующая спецоперация России здесь, я не знаю. Мне трудно сказать. Может ли быть общевойсковая операция? Ну, если будет ясно, что, допустим, такая общевойсковая операция встретит поддержку населения на востоке и юго-востоке Украины. Вот, допустим, это можно будет понять по итогам местных выборов, да? Да. Она может быть как короткая операция с достижением каких-либо новых территориальных приобретений. Это возможно. Широкомасштабная война. Не думаю, что Путину она кажется выходами из ситуации. Не потому, что он боится войны, а потому, что он мыслит не военными, а операционно-спецслужбистскими категориями. Я думаю, что он, опять-таки это показывает себя биография Путина, он политик, который уверен, что с помощью специальных операций можно добиться куда большего, чем с помощью широкомасштабной войны. Кстати говоря, не нужно считать, что это ошибочная точка зрения. Если говорить о Европе, то действительно какие-либо короткосрочные военные операции, специальные операции с действованием инструментов спецслужб, пропаганды и так далее, приносят больше результата, чем широкомасштабные военные операции. Я думаю, что Путин мог сделать этот вывод и из операции на Донбассе. Он вынужден был пойти на задействование регулярных российских войск в период Деловайска и так далее, потому что иначе практически утрачивал оккупированные им территории. Но задействование этих российских войск привело к необратимым последствиям с точки зрения настроения населения Украины по отношению к захватчикам, формированию яркой антироссийской позиции огромного количества жителей Украины и вообще украинского общества. Если бы общевойсковая операция не была столь интенсивной и не привела бы к такому большому количеству жертв, не была бы такой затяжной, не появился бы Донецкий аэропорт и так далее, то антироссийские настроения в Украине, несмотря на оккупацию Крыма, сошли бы на нет гораздо раньше, чем мы себе можем представить. Понимаете? Потому что вот в Молдове не было вообще войсковой операции, и там в результате у власти пророссийские силы, несмотря на оккупацию Приднестровья. В Грузии была кратковременная военная операция с не таким большим количеством жертв, и там в результате спокойно относятся к силам, скажем так, промежуточного характера, которые руководят Грузией после краха режима Саакашвили. Таких примеров можно привести, мне кажется, вот уже эти примеры говорят о том, что операция с развертыванием большого количества войск и с гибелью большого количества военных на театре военных действий сейчас приводит к не тем последствиям, которые необходимы для инкорпорации украинских и белорусских земель в российское государство.